Объект под номером SCP-631. Кодовое имя. Нектофобный ночной хищник. Класс объекта Кетер. Особые условия содержания. Процедура устранения особей SCP-631 остается в силе до следующего приказа. Следует отслеживать появление любых сообщений, касающихся исчезновения гражданских лиц в местах обитания SCP-631. Города и преграды по всей территории Соединенных Штатов. Причем особое внимание нужно уделять случаям пропажи людей в областях, перечисленном документе 631-Т. Важно тщательно выяснить сообщения о случаях пропажи людей, которые связаны или могут быть связаны с SCP-631. Разрешается использование стандартных процедур для подавления нежелательной информации в СМИ. Данные инциденты должны быть расследованы как можно быстрее. Если при этом будет обнаружена особь SCP-631, я следует немедленно устранить. Захват особей SCP-631 разрешается в том случае, если в данный момент фонд не располагает живым образцом. Агенты, назначенные на поиск или устранение SCP-631, должны быть оснащены оборудованием для термолокации. Одна особь SCP-631 содержится для исследования в бетонной камере. Данная особь связана и все время находится под воздействием искусственного света. Кормление существа из введения, успокаивающие сыворотки 631 гамма, осуществляется внутривенно. Если состояние здоровья существа ухудшится, для удовлетворения естественных потребностей SCP-631 в пище, а также для размножения, следует выделить одного сотрудника класса D. Все появившиеся на свет детеныши должны быть истреблены, кроме одного, содержание которого должно происходить так же, как указано выше. Описание. SCP-631 это вид больших хищных животных, имеющих отдаленные внешние сходства с ракообразными. Они имеют крылья, по морфологии схожие с крыльями рукокрылых, и чешуйчатый хвост, оканчивающийся ядовитым жалом. В их хвосте также находятся органы размножения существа. Взрослые особи SCP-631 достигают примерно 135 см в длину и весят 42 кг. SCP-631, вероятно, бесполы. Днем, при ярком солнечном свете, SCP-631 практически не обнаружила невооруженным глазом в видимом спектре. Данный механизм еще не изучен, однако эксперименты показали, что это вызвало повышение уровня кальциферола, витамина D3, крови существа. SCP-631 могут быть обнаружены под тепловым отпечатком. Благодаря этому стало известно, что в течение дня большую часть времени они проводят в воздухе. SCP-631 не спят и ночью остаются активными. Кроме того, при недостаточной освещенности они приходят в волнении и начинают паниковать. С течением времени они становятся все более и более взволнованными, но возвращаются в обычное состояние, если поблизости оказывается пища или источник света. Существо ищет спящего человека и пронзает горло жертвы жалом, таким образом не давая ей позвать на помощь. После введения паралитического яда, SCP-631 остается рядом с жертвой в течение 2-3 минут, ожидая, пока она не умрет. После этого существо пожирает внутренние органы жертвы, а на их место откладывает обладательные яйца с помощью яйцеклада в хвосте. Отложив яйца, особь SCP-631 погибает через 10-15 минут, а ее тело быстро разлагается. Новые особи SCP-631 вылупляются из яиц примерно через час, после чего пожирают останки жертвы. Насытившись, детеныши ищут укромные места и переходят в стадию роста, во время которой они бездействуют. Молодые особи SCP-631 развиваются чрезвычайно быстро, достигая размеры взрослых животных в течение примерно 4-х часов. С учетом всех этих факторов, продолжительность жизни SCP-631 в общей совокупности представляет из себя рождение, поглощение пищи и развитие, а также размножение и смерть, всего составляет 24 часа. Наблюдение за поведением SCP-631 показало, что они не охотятся во время дневного периода активности и нападают только на спящих людей. Особи SCP-631 способны выживать без пищи в среднем в течение 30 дней. Приложение 631-001. Результаты расследования. В ходе расследования была обнаружена цепочка следов, которые привели от SCP-631 к доктору Аллу Форсайту и впоследствии к научному комплексу В. Который принадлежал указанному человеку. Оказалось, что научный комплекс был заброшен в 2000... ...году. И на его территории не было обнаружено ни одного сотрудника. Далее следуют выдержки из документов, найденные во время расследования. Продиментарные биологические системы функционируют нормально. Кровеносная, дыхательная, репродуктивная, пищеварительная. Все еще исправляем некоторые отклонения в работе нервной и эндокринной систем. Экспериментальные образцы больше не умирают от своего же яда, что несомненно является большим плюсом. С помощью манипуляций с пиромоном мы успешно научили их инстинктивно охотиться на людей. Настолбнулись с очень неприятным препятствием. Мы можем заставить их охотиться на нужную добычу, но не можем проследить, когда и как они это делают. Это очевидная проблема. Потому что нельзя позволять им летать, где вздумается, и убивать всех подряд средь бела дня. Электролокация творит чудеса. Мы научили их атаковать спящих людей, пребывающих в фазе быстрого сна, или на первой стадии медленного сна. А несколько тщательных манипуляций с пиромонами позволили нам сделать так, чтобы они выбирали отдельные цели. Это позволит им определять правильный объект для атаки с 4% погрешностью. Мы не можем рассказать с полной уверенностью, кто не спит ночью на открытом воздухе. Проект почти готов к полевым испытаниям. Но всё ещё есть один решающий недостаток, о котором следует упомянуть. ТАННЫЕ УДАЛИНЫЕ Солнечный камуфляж функционирует должным образом, но мы испытываем значительные затруднения при управлении их хищническим поведением. Взрослые особи не испытывают желания искать пищу из-за проведённых нами необходимых изменений метаболизма. Во время экспериментов можно использовать кое-какие методы, чтобы вызвать у них это желание. Но при проведении полевых испытаний это просто невозможно. Следующая запись сделана от руки на оторванном клочке бумаги. Реакция «бей или беги» будет наблюдаться, но при этом они будут становиться более сильными. ТАННЫЕ УДАЛИНЫЕ Производит ацетальдегид. Таким образом, это должно вызвать состояние, похоже на тяжёлое похмелье. Манипуляции с феромонами привели к тому, что физическая боль у них теперь ассоциируется с желанием производить потомство. Остальное просто. Следующая запись также сделана от руки, но вероятно представляет собой официальное письмо. Ваше предложение принято. Оплата будет произведена после завершения проекта. Эти несчастные подонки попытаются лишить меня любых шансов на переизбирание, если ситуацию быстро не взять под контроль. Мне безразлично, что вы предприняете, чтобы разобраться с этой проблемой. Просто сделайте это. Отпечатки пальцев на письме принадлежат доктору Форсайту и...